Сегодня у нас обзор большущего чайника для чая. Ну и немножко расскажем про технологию его создания. С вами сегодня я, Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте! Итак, Александру 50 лет. Это у меня заказ, заказ на большущий чайник. Чайник для всей семьи. А знаете ли вы, что чем больше чайник и его объём, тем дольше остывает в нём прекрасный чай. И когда мы перешли с фарфоровых чайников на глиняные, точнее наоборот, с глиняных, фарфоровые, толщина фарфора гораздо меньше. И потребовалось бабы на чайнике, если знаете, такие куклы шили, чтобы на чайник ставить. И она согревала уже напиток, потому что фарфор не справлялся с сохранением тепла. Ну и а глина, с ней гораздо проще. Чем толще глина, тем дольше можно хранить тепло в чайнике. Вообще глина сама по себе, как гончарная масса, она может быть выкручена и тонкой, и толстой. И тем самым мы можем физически регулировать толщиной изделия, её свойства. А теперь напишите в комментариях, сколько литров помещается в этот чайник. Это не простой чайник, а пузатый и большой, чтобы напоить всю семью прекрасным чаем. Ну и, конечно, объёмом напитка тоже можно регулировать физические свойства чайника. Чем больше объём, тем дольше он не остывает. Ну и, конечно, здесь напросился узор. Совершенно замечательный этот чайник. Вот он. Давайте я сформулирую некоторые критерии к чайнику, чтобы было проще создавать чайники, которые радовали бы вас и долгие годы поили. Чайник должен быть устойчивый. Устойчивый, чтобы его не свалили дети, чтобы он устойчиво стоял и радовал нас бесконечно. Ну вот, смотрите, широкая донышко, достаточная для того, чтобы этот чайник не упал. Носик у чайника должен быть выше, чем заливочное отверстие. Если он будет ниже, просто в чайник не сможете налить столько воды, сколько хотите. Столько заварки. Она просто начнёт отсюда выливаться, капать. Это второй, наверное, критерий. Более подробно про многие критерии я буду рассказывать отдельно. Про создание идеального чайника. Но скажу ещё такую интересную особенность. Если помните, в фарфоровых чайниках часто делают дырочку. Есть множество версий происхождения этой дырочки. Здесь дырочки нет, потому что она здесь не нужна. Это глиняный чайник. А почему она не нужна? Потому что есть зазор между крышкой и туловищем. То есть, крышка эта не притёрта. Видите, она чуть-чуть покачивается в некоторых положениях. Это для глины нормально, потому что мы не моделируем идеальную форму из фаянса. И потом её заливаем в гипс, чтобы все запчасти были притёрты. Чтобы дальше выйти на тираж. У нас это штучная вещь. И вообще, если знаете, сначала крутится крышка, а потом под неё чайник. Вот так мы притираем крышку к чайнику. Но всё равно притереть до конца невозможно, потому что усадки разные. У крышки по одному стягивается, здесь диаметр у чайника по-другому. Ну и, соответственно, это зависит от толщин. Вот здесь толщина влияет на это, здесь форма сама чайника влияет на усадку. Поэтому подогнать практически это невозможно. Ну, можно там, например, шкуркой подтирать после сушки уже эти части друг к другу. Но огневая усадка тоже сожмёт это. Технологи всё это выверяют и делают таким образом, чтобы ваше отверстие здесь и отверстие здесь сжались примерно одинаково. И крышка идеально притиралась. Но поскольку мы делаем штучную работу, это не нужно нам, мы делаем просто этот бортик длиннее, чтобы он закусывался, когда чайник, если не дай бог, начнёт наклоняться чрезмерно. Ну, а в этот момент никто не будет держать крышку. Тем не менее, вот зазор этот у нас имеется, и нам дырочку делать теперь не нужно. Для чего эта дырочка? Во-первых, дырочка нужна для того, чтобы вдыхать эфирные масла от чая ещё до того, как вы разлили его по кружкам. Второе, конечно, дырочка нужна, чтобы чай не задыхался. Ну, потому что фарфоровый чайник, он глазурованный, то есть покрыт изнутри и снаружи стеклом. Здесь же живая глина, это не необходимо, она дышит, она пропускает воду и воздух. Ну, а третье, заваренный кипяток, он парит, и пар давит на крышку. Если в ней не будет дырки, то он начнёт давить и на напиток, а напиток будет переливаться через носик, потому что это сообщающиеся сосуды. И, наверное, у вас было такое в фарфоровом чайнике часто. Налили, отошли на пару минуток, приходите, а у вас лужа под чайником. Почему? Вроде как налили-то не выше уровня носика, а нет. Пошло испарение, оно начало давить на крышку, ну и ничего не осталось, как самой воде перелиться через носик. Но у чайника есть и другие секреты. Приезжайте ко мне на гончарный интенсив, ближайший будет с 23 по 27 сентября. Мы выкрутим плошки, начнём с самого нуля и дойдём до чайника. До крышки, до носика соберём вот такой замечательный чайник. Ну, может быть, чуть-чуть поменьше. Ну, а теперь про узоры. Узоры я делаю вот такими петельками. Ещё мне потребовалось лощило, для того, чтобы придать лоск и уплотнить глину. И ещё я придумал делать некоторые надписи вот таким пером. Это советское перо, оно сделано из нержавейки. Сейчас я покажу, как делать узор. Сначала смачиваю поверхность горшочка. Это у меня тестовый горшочек с разными автографами разных людей. Я был на презентации книги рекордов и достижений Раменского района. И попал в такую книгу. И разные люди, которые были на презентации, они оставили свои памятные знаки. Смачиваю поверхность. Верхний слой глины немножко увлажнился. Чуть-чуть жду, пока она высохнет. Вообще, лучше узоры получаются и более рельефные, на коже твёрдом состоянии, когда внутри глина ещё не высохла, а снаружи уже чуть-чуть подсохла. Ну вот сейчас я могу рукой немножко снять верхних молекул воды. И таким образом верхний слой у меня будет чуть-чуть подсушен, а нижний уже немножко увлажнён. И сейчас могу начать писать пером советским из нержавейки. Ну, например, напишем моё имя. И Илья. И вот здесь можно увидеть, что перо раздваивается, когда я начинаю на него нажимать. Вот так. Ну, а теперь возьму петельку вот с таким треугольным профилем. Треугольный профиль позволяет, внедряясь глубже в глину, делать, соответственно, шире саму каёмку. И вот таким образом начинаю наносить узор. Вот там, где сухая глина, там она хуже процарапывает. Но, тем не менее, тоже видно, как она немножко создаёт рельеф. Вот таким образом. А вот где глина помокрее, там лучше идёт нанесение узора. Вот таким образом снимается более податливый уже мокрый слой глины. Вот так. Примерно так же я делал этот узор и на чайнике. Вот такой замечательный узор опоясывает весь чайник. Мне кажется, он очень органично вписался в древнюю посуду и в её стилистику. Ну, а вот этот предмет называется лощила. Лощилом мы уплотняем глину. Главное, чтобы этот предмет был твёрже, чем сама глина. Я вот примерно так тру глину до обжига. Вот беру горшочек и примерно в этом месте, где он был смочен, начинаю пролощивать. И вот вы видите, как глина приобретает такой лоск. Можно даже долощить и увидеть своё отражение в глиняной поверхности. Залащивать надо очень аккуратно, таким образом, чтобы не повредить узор. Может быть, где-то его придётся восстановить, если лощила чешуйки глины прижмёт друг к другу, так что узор будет не читаться. Но, тем не менее, лощение придаёт поверхности именно волшебство, то, ради чего я люблю глину. Вот таким образом пролощивается поверхность и узор на ней. Очень аккуратно вы проходите уголки. Лощение не любит угловатых узоров, но любит обтекаемое. Вообще, глина любит всё обтекаемое. И, тем не менее, если аккуратно пролощивать узор, он остаётся на горшочке, на чайнике. И, о чудо, горшок у нас становится очень гладким. Вы видите этот блеск? Горшок стал практически как зеркало. Вот и солнышко отражает. Ну, а теперь правильный ответ. Сколько же литров входит в чайник? Давайте проверим. Итак, у меня есть 5-литровая, всем известная, канистра. И аккуратненько зальём её в чайник. Уже пол канистры. Уже практически две трети. И, о чудо, она практически входит, и не практически, а вся вошла в этот наш глиняный замечательный чайник. Вот чуть-чуть осталось. Может быть, ещё капельку. Как вы думаете, сколько человек можно напоить из этого чайника чаем? Ну и, конечно, приезжайте ко мне на гончарный интенсив. Лепите, друзья, из сказочной и волшебной глины. Делайте сервизы, чашки, чайники. И, конечно, приглашайте друзей, чтобы напоить их вкусным чаем из чайника, сделанного своими руками. А с вами был я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. До скорых встреч! Слава, 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 слава гончара!